Здравствуйте, друзья! У меня возникают вопросы к каналу БАСЕ и к его руководителю Айдосу Садыкову. Я действительно считаю ваш канал реальной оппозиционной силой, которая стремится изменить ситуацию в Казахстане. Но меня смущают некоторые публикации, которые у вас на профиле в фейсбуке и на канале. Я хотел бы засчитать последнюю публикацию Айдоса. Тикмакс Пенарону Шинку Шагер Шатрама, Бас Хасан Блемимы. Айдос, вы реально не знаете других узников совести в Казахстане, которых более 30 человек. Вы понимаете, что данным постом вы вносите раздор в общество, вносите сомнения в мысли людей о том, что Мухтар Джакишев, например, является узником совести. Почему вы публикуете данный пост именно в преддверии апелляции по условно-досрочному освобождению Джакишева? Почему вы не поддерживаете всех политических заключенных страны? Я понимаю, что между вами и движением демократический выбор Казахстана существуют некие противоречия, можно даже сказать, вы противоборствуете. но хотел бы отметить, что вы боретесь практически за одно и то же. Это за смену действующей власти. Так почему бы вам не пойти на какие-то действия в сторону поддержки политзаключенных? Пусть даже они каким-то образом относились к ДВК. Это первое. Второе. Меня смутил ваше видео, выложенное на канале Басе 4 дня назад. Оно называется «Олигархи, отдайте наши доли от проданных ресурсов». Автор видео это Алиас Адербай, известный общественный деятель. Она называет себя оппозиционеркой. лично для меня она такая же оппозиционерка, как и Мухтар Тайжан, как Сырымов Драхманов. То есть для меня это люди не оппозиционеры. Это люди, которые действуют от части во благо действующего режима. Тем, что они заводят народ в долгоиграющую борьбу. Ну вот в видео, где выступает Алиас Адербай, она значит просит, чтобы народ подключился к ее требованиям. вернуть и получить деньги от природных ресурсов. Так вот при действующей власти никогда народ не будет получать денег от природных ресурсов Казахстана. Я думаю это всем ясно. То, что она собирается делать обращение премьер-министру, президенту, а потом обращаться в суд на них это все мышиная возня. И даже верить в то, что суд можно выиграть против нашего правительства это просто немыслимо. Абсолютно то же самое, что берешь и бьешься головой об стену. То же самое и борьба в суде против нашего президента либо правительства. Как вы знаете, недавно прошел судебный процесс, где активисты требовали отменить решение ЦИКа по поводу признания Тукаева легитимным президентом. так вот суд даже не стал рассматривать видео доказательства того, что на выборах была фальсификация. Так вы понимаете, ну как бы мне было известно о том, что по-любому вы суд проиграете. Ну как они могли пойти на суд и надеяться? При этом они будут говорить такую вещь, что мы хотя бы хоть как-то стараемся. На самом деле никто не старается реально из них. Вы просто подобной борьбой даете ложную надежду нашему народу. Вот например простой человек посмотрел публикацию той же самой Алиса Дырбаевой, что она там хочет возместить деньги с ресурсов. И он просто подумает, ну ладно, хорошо, я тогда не буду вмешиваться в эту политику, ведь за меня есть кто борется. А на самом деле никто не борется, потому что никто реально не добьется того, что деньги будут идти от природных ресурсов. Тоже самый суд против президентства Тукаева, Ну где-то видано, чтобы наш суд отменил решение ЦИКа. Это просто немыслимо. Поэтому это нулевая работа. И вы публикуете канал БАСЕ, вы публикуете на своей странице подобные видео, но при этом у вас на странице нету видео в поддержку политических заключенных, таких как Мухтар Джакишев, Серик Абишев и других. Вы делите наше общество на куски, понимаете? Я бы не хотел получать от вас какого-то ответа, именно широкого, на телеканале. Если вы желаете мне ответить, пожалуйста, ответьте мне в личку. но если вы ответите опять открыто, то вы снова этим своим ответом разделите мнение людей, то есть кто-то согласится с вашим мнением, а кто-то нет, и получается будет некий раскол. Поэтому я прошу, не публикуйте свой ответ, и прошу от себя лично, а также от тех людей, кто меня поддержит этим видео, прошу разместите публикацию в поддержку Мухтара Джатишева. 27 числа будет апелляция по его условно-досрочному освобождению. И если мы приложим все общественные силы, всю нашу оппозиционную общественность к этому делу, то я надеюсь, что его все-таки освободят. Также я хотел бы сказать вам, что пора прекращать ваше противодействие с другими оппозиционерами. вы как бы взрослые люди, вы должны понимать, что в одиночку никто не справится. И вы стремитесь все к одному и тому же. Поэтому пора уже поддерживать друг друга. Дорогие друзья, если вы поддерживаете мое мнение, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии, лайки, чтобы распространить данное видео. Всем большое спасибо.